Раз, два, три, все, поехали! Запись пошла? Я пошла? Да пошла я! Так, здравствуйте, с вами Анна Спица и вы на моем канале о вязании. Припудрим носик. Шла Саша прососиться салсушку. Крабли лавировали, лавировали, да и вы лавировали. Дальше поехали! Здравствуйте, с вами Анна Спица и вы на моем канале о вязании. Друзья, как вы уже поняли из названия моего канала, сегодня мы с вами поговорим о вязании. Но, если коротенечко, то сначала я вам расскажу, почему я так долго отсутствовала на канале. Не прошло и года. Меня практически не было целый год, это очень много. Потом мы с вами поговорим о том, что я купила в 2020 году, какие у меня были покупки по вязанию, то есть это пряжа, пряжа была бобинная, моточная у меня, инструменты я приобретала, спицы, крючки, маркеры, маркер мой любимый, из натурального камня. Потом, что, ну там мелочи какая-то, глазки для игрушек, ткань, ну в общем, потом я вам подробно расскажу. Покажу, что я связала, ну связала я сразу говорю, очень мало, но покажу, покажу и все расскажу. Ну это если коротенечко. У меня под этим видео будет внизу, там где описание, я напишу тайминг, и там будет написано, в какую минуту, о чем я говорю. Поэтому, если вас не интересует моя болтовня, и вообще воду, которую я здесь и лью, то переходите туда, и кто там шумит? Кто в пакете лазит? Кыш отсюда. Потеряла мысль, коты, коты меня сбили с ног. Сбили с ног, в смысле, в смысле они меня сбили. Вот, и можете проходить туда, смотреть тайминг, и увидите, в какой батюшке пушок. Что ты меня отвлекаешь? Иди отсюда. Теши. Полазил, полазил. Свалил. В общем, пушок меня отвлек опять, кот мой. У меня два кота. Пушок и Барсик. Но мы сейчас не о них. Вот, вы можете проходить под этим видео, там, где описание будет тайминг. Там будет поминутно указано, о чем я говорю. О чем я говорю. И можете проходить сразу туда, и смотреть именно ту тематику, которая вас интересует. То есть, если это бобиная пряжа, то нажимайте ту минуту, на которой я начну об этом говорить. Ну, а сейчас начнем с того, что, почему я так отсутствовала долго на канале, практически год. Вот, второй кот меня теперь отвлекает, Барсик. Просто, чтобы дверь открыла. Зачем вы сюда вообще ко мне пришли, а? Теши отсюда. Иди, давай. А, ну, а теперь я вам расскажу, почему я так отсутствовала долго на канале. Ну, вообще, я ушла с канала. Я не думала сюда возвращаться. Как-то... В общем, я потеряла интерес к Ютубу, ну, не в том плане, что смотреть что-то на Ютубе, а именно к развитию своего канала. У меня так интерес спал, потому что я увлеклась вообще... Так скажем, у меня появился другой интерес, который меня просто захватил. У меня прям как вот волна накрыла. Я очень рада, что эта волна, наконец, меня накрыла. Я так долго ждала этой волны. В общем, у меня на канале есть видео, он называется «Планы 2020 года». Я вам сразу говорю. Ничего почти не выполнила, только последний, наверное, пункт. Правда, я не помню, какой был последний, но я знаю, что он был или последний, или предпоследний. Это похудеть на 10 килограмм. Вот, друзья. Я так... В общем, грубо говоря, я что-то поправилась. Поправилась так сильно прям вот. Поправилась очень сильно. И у меня лишний вес ударил по здоровью. У меня там какая-то степень гипертонии, мне кардиолог поставил. В общем, у меня постоянно... Я утром просыпалась от высокого давления. У меня щеки горели, уши огнем горели, голова кружилась, как будто меня накружили. И тошнота. И вот это вот безумно безобразное состояние, я уже не знаю, как это сказать. Полноценно жить не можешь, когда совсем высокое давление. Вот по дому, вот по стеночке я ходила. В общем, мне кардиолог выписал таблетки постоянно от давления. Я их пила, в общем, как бабушка 100-летняя. Ой, и каждое мое утро начиналось с замера давления. Только у меня электронные, что я показываю. Это раньше такие были у меня. У родителей такие были раньше. А сейчас уже автоматически пошли. Забыла, как это называется. Вот. И утро мое начиналось с того, что я мерила давление, пила таблетки. И у меня была постоянно дышка. Сразу скажу, в большом весе очень тяжело жить. Это очень тяжело. И здоровье, вот не знаю, как у других, как вообще в полном весе жить. Мне было очень тяжело. Мне сразу здоровье дало. По костям, по моим хрящам лишний вес. Моя спина больная, бедолажка. В общем, мне стало очень тяжело. Но у меня была очень... Почему была? Она и есть. Просто я с ней сейчас борюсь, и я иногда побеждаю. У меня была большая-большая зависимость от сладости. Ой. Я раньше думала, это любовь к сладостям. Но потом я поняла, что это не любовь. Это страсть. Это такая страсть. Когда ты думаешь, все, все, вот все. Сегодня я больше сладостей есть не буду. Никаких шоколадок. Никаких пироженок. И что вы думаете? Что вы думаете? Как только вечер после шести мне хочется сладости. Ну, это вообще безобразие. И здесь я начала думать. В общем, я не свободный человек. Я не могу делать то, что мне хочется. Моя голова не хочет есть сладости. А тело просит, просит. Ну, в общем, видео мое сегодня не об этом, не об худении, а просто к чему я это. Это такая небольшая была преамула, к тому, что я увлеклась этой тематикой. Решила во что бы то. Ну, ни во что бы то не было. Это же я громко сказала. А со здравым смыслом похудеть. Сбросить лишний вес. И я начала прикладывать усилия. Ну, по секрету вам скажу, что здоровое похудение заключается в двух основах. Первая основа это питание. Правильное. Его еще называют ПП. Правильное питание сокращенно. Абравиатурка такая. И это, друзья, ну вот как ни крути, это движение. Движение, это любой фитнес, это любые упражнения, это ходьба, это все, что угодно, но это движение. Я начала сначала подурость своей с кардиоупражнений. И вот, знаете, я никак не могла себя заставить делать эти тренировки. Мне так не хотелось. Вообще очень тяжело. Да еще с лишним весом. Все это мне дало по коленям. У меня болели колени. Потом я по дурости своей делала упражнения там с наколенниками. В общем, это была большая ошибка моя. Я подробно, подробно. У меня сейчас есть цель. Так как у меня был большой лишний вес, то и цель, соответственно, у меня такая. Она длинная. Я поставила себе определенное время, за сколько можно по-здоровому похудеть, чтобы это не нанести урон своему организму. Поставила цель похудеть на 10 килограмм. Ну, там цель у меня 30 килограмм надо было сбросить. Вот. Вот я шла, шла, шла к этой цели ежемесячно, ведя все свои планы. По упражнениям я веду, в общем, календарь, календарь по питанию. В общем, все у меня такое. В общем, занялась я этим вопросом. Вот иду постепенно к своей цели. На сегодняшний момент я ровно на полпути. И подробно об этом, конечно, я сейчас рассказывать не буду о похудении. Я об этом сниму отдельный ролик, но только тогда, когда уже достигну своей цели. Чтобы рассказать, может, кому-то помочь. Ну, в плане мотивации, чтобы люди задумали, что здоровье у нас, к сожалению, оно только одно. И мы вот так вот его разбрасываем по жизни. Тут немножко, там немножко. Не задумывайся. Где-то списываем на возраст. А что там будет ничего страшного. Я еще молодой. Там ты-ты-ты. Но когда уже друзья шарахнут, уже поздно, поздно. Поэтому надо беречь. Беречь свое здоровье. Это гораздо проще, чем потом лечиться, когда уже петух. Петух клюнул. Клюнул и очень больно. Поэтому, друзья, задумайтесь о своем здоровье. И вот сейчас я делаю физические упражнения, правильно питаюсь. В общем, этим увлекаюсь. И меня накрыло это такой волной. Во-первых, это большой поток информации, чтобы это все изучить. И все мое свободное время, а у меня его мало, а я начала тратить на это. Чтобы изучить, как правильно питаться, все о продуктах, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты и так далее. Про упражнения. Потому что просто делать упражнения, мне тоже это не устраивает. Там, например, можно было скачать программу или пойти на какой-нибудь марафон и на этом марафоне делать. Я уже участвовала в нескольких марафонах. Я об этом расскажу потом попозже, когда достигну своей цели. В принципе, есть и плюсы, и минусы. Но мне мало было просто повторять за тренером упражнения. Мне хотелось понять, а какая мышца когда работает? А вот при этом упражнении какая мышца задействованная? В общем, мне стало так это интересно, что я накачала книг по анатомии, по фитнесу всякие. Потом книги по бодибилдингу, анатомии бодибилдинга. Ой, это очень, это на самом деле очень интересно. Вообще, я так этим увлеклась, и упражнениями, и правильным питанием. Ну, в общем, не было у меня времени на канал. Друзья, простите, занималась своим здоровьем. Вот. Ну, и вы тоже задумайтесь. Друзья, может, то время уже пришло, потому что жизнь, она идет, она так быстро идет, не успеешь оглянуться, здоровья уже нет. И в 25, и в 30 лет можно чувствовать себя на все 80, когда ты просто разваливаешься, у тебя все болит, сил нет, ты только утром проснулся, все наработаете, а у тебя уже сил нет. Ты проснулся калошей уже, больной калошей. Ну, и, конечно, главный фактор, вот в моем случае, это играет сон. Сон, друзья, нужно спать. 7-8 часов организму надо отдать на зарядку. Вот вы заряжаете свой телефон, так и человеческий организм. Его нужно зарядить во сне. Я, конечно, игнорировала этот момент. Ложила далеко, раньше ложилась спать далеко за полночь. Вот далеко за полночь. Потому что я вяжу, 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 вяжу. Вяжу, сижу, крючком вот так, 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 наяриваю. А потом спина болит. Вот тут все болит. Ой, не могу разогнуться. Все болит. Ой, все болит. Все болит. Вот. Ну, и движение было поменьше, потому что хотелось повязать быстрее, 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 быстрее. Вяжь, вяжь. Вот. А сейчас повязал, встал, поприседал. Вот достаточно 20-30 минут в день упражнений сделать и прям вообще красота. Вот себя лучше чувствую. Ну и сон. Обязательно крепкий, здоровый сон. Спать нужно ладжиться далеко до 12. Ну, где-то в норме. В 21-30, в 20-00. Ну, у меня, к сожалению, не всегда так получается, но часто получается. Ребенка иногда просто не загонишь спать. Раньше ребенка не уснешь. Так вот. И вот я этим увлеклась, а это занимает очень много времени, чтобы это изучить, применить в практике. И организмы, они все такие разные. Надо прислушиваться к своему организму, потому что я участвовала в марафоне, и мы там познакомились вообще вот с такими крутыми девчонками. У нас там общий чат. Мы друг друга подбадриваем, подталкиваем, делимся какими-то советами, потому что у нас там девчонки есть от 30 до, где-то, наверное, до 60. Вот такие у нас девчонки. И есть там матерые такие фитнес-девочки, красавицы, которые там опыт, целый багаж. И они такие страняшки-фитоняшки. Вот. И они с нами вот жердяйкими, жердяйкими делятся. Какие-то моменты, нюансы. И вот что хорошо одному, то плохо, например, мне. А что хорошо мне, например, организму просто прекрасно отзываются на тот или иной момент, то у другого, например, не идет. Поэтому обязательно надо прислушиваться к своему организму. Это такая умная вещь вообще на самом деле. Надо его слышать и слушать. Вот почему меня так не было долго на канале. Я некогда мне мышцы изучала, тренировала, смотрела, где мышцы у меня работают. И вообще я узнала о том, что у меня есть мышцы. И они болят, болят. Вот их надо тренировать, я их тренирую. Ну и, конечно, правильное питание. Без правильного питания никакого похудения не будет. Если по многому жрать, то все насмарку, все упражнения насмарку. Так, ну вот, в принципе, я вам рассказала, почему меня так долго не было на канале. И вообще я не хотела возвращаться на канал, думала, ну, кому он нужен. Я, конечно, удалять его не хотела, потому что на нем очень много полезной информации, в первую очередь, даже для меня. Потому что некоторые моменты, когда я, например, вяжу только полгода, допустим, спицами, я забываю некоторые моменты хитрости в крючках, там, или сшивание игрушек. А у меня есть серия мастер-классов по сшиванию игрушек. Она очень хорошая, эта серия. Я прям ее обожаю. Я так рада, что я сняла, потому что я некоторый момент сама забываю и пересматриваю, как я там что делала. Но надо еще отснять несколько роликов по сшиванию, по сшиванию игрушек, потому что у меня еще есть всяких еще хитростей, я наоткрывала для себя. Надо их записать, иначе я тоже забуду. А это я так хоп и подсмотрю у себя на канале. Ну, и тоже касается самые со спицами. Потому что я как-то столкнулась, ну, давным-давно столкнулась с тем, что полотно в лицевой глади может косить, пряжа косит. Я знала одну хитрость, как сделать, чтобы полотно не косило. Ну, это не та хитрость, как некоторые избегают, просто вяжут, допустим, узоры. В узорах пряжа не косит, а в лицевой глади эта же пряжа же, она косит. Нет, какую-то я такую хитрость знала, что этой же пряжей вяжешь. Не знаю, не помню, вот я не помню эту хитрость. Но ты вяжешь так же лицевую гладь, но у тебя полотно не косит. Там что-то как-то надо было делать с ниткой. А я это забыла, друзья, вот забыла. А раньше знала. Я вот думаю, почему же я не записала видео. Вот записала бы, я бы сейчас посмотрела бы и вспомнила. А то вот теперь и вспомнить уже. Не знаю, ну, конечно, может я еще вспомню, потому что я вот так вот как-то припоминаю, что-то надо было с ниткой делать. Но я до конца не могу. Ну, может вспомню, если вспомню, обязательно запишу, с вами поделюсь, ну, и сама с собой потом поделюсь. Поэтому канал, конечно, удалять я не собиралась, и видео, это большой-большой труд я уже сюда вложила. Потому что видео сделать, это не пальцем щелкнуть, это достаточно долгое время затратное действие вообще сложное. И мне стали, вот знаете, постепенно вот люди неизвестные мне пишут, а почему вы забросили канал, да зачем вы ушли, да как жаль, да такой канал, давайте развивайте. И вот знаете, я думаю, ну, да, 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 вот я на своем канале всегда отвечаю абсолютно на все комментарии, так что, друзья, пишите, пишите комментарии, что вас волнует. Давайте, давайте общаться. но новое видео я не готова была снимать и не хотела, и не думала вообще их больше снимать, но, и вот так вот мне один пишет, второй, третий, четвертый, думаю, да что ты пишешь, ты пишешь, и потом вот писали, писали, и я так начала задумываться, думаю, а вдруг, а может надо, люди же пишут, наверное, нуждаются, может надо. Думаю, да кому интересно, кому интересно столько хороших, прекрасных, вязащих, делятся своим оптом, думают, ну, а вот у меня в голову вот это пришло, а вот этого нигде нет на канале, я это забуду, надо снять, вот, и у меня стало вот в голову так капать, может снять, может снять, потом думаю, да ладно, не надо, потом опять пишут, думаю, а может надо, и вот так мне пишут, пишут, и вот в последнее время меня прям замучили, прям, вы куда ушли с канала, почему вы ничего не снимаете, думаю, ладно, была, не была, нужен, не нужен, буду снимать, буду снимать, так что, друзья, пишите мне в комментариях, давайте общаться, чтобы я знала, что вы меня смотрите, а мне кто-нибудь смотрит, или я сама себя только одна смотрю, все 12 просмотров, и все мои, ладно, остаюсь на канале, буду общаться, даже если один человек меня смотрит, друзья, все, у нас с вами общение, у нас с вами уже диалог, только пишите, что вас интересует, да, ну, а теперь давайте, друзья, перейдем плавненько, так, что я приобрела в 2020 году, потому что каналом я перестала заниматься, но это не значит, что я забросил вязание, нет, ни в коем случае, ну что, вязание это любовь, моя на веки, надеюсь, конечно же, вязать я не пристала, да, у меня гораздо стало меньше свободного времени на все это, из-за тренировок, из-за правильного питания, все это изучение, в общем, любовь моя к вязанию никуда не делась, она осталась, просто вязать я стала очень-очень, ну, давайте не будем про этот год говорить, потому что в этом году я уже прям, так активно начала вязать, я имею в виду 2020 год, я, конечно, вязала очень мало, но у меня было очень много хороших, таких прям основательных вязальных покупок, я приобрела пряжу, приобретала бобинную, моточную, инструменты свои, поменяла, можно сказать, поменяла, в том плане, что у меня есть видео, я снимала еще в прошлом году, друзья, про мои инструменты, там я показывала все-все мои инструменты, но не выложила на канал, я думаю, что я это исправлю, я смонтирую этот ролик, наверное, выложу и напишу, инструменты 2020 года, потому что там есть инструменты, которых у меня сейчас уже в наличии нет, я их продала, какие-то там раздарила, и там был отзыв, я говорила о том, какие инструменты, ну вообще все инструменты были, конечно, офигенные, там фирма была, и Нитпро, и Лана Гросса, Берджер де Франсе, что там еще-то было, ну в общем много каких-то спиц, я уже даже сейчас не припомню, потому что через мои руки очень много спиц прошло, дело в том, что я отношусь к тем людям, которые, наверное, вот я считаю, пусть у меня будет 2-3 хорошие вещи, пусть они даже будут дорогие, чем у меня будет 15 дешевых, и они будут там ширпотреб, но тут тоже нужно понимать, что такое дешевые, что такое дорогие, потому что есть товары действительно качественные, и они дорогие, есть товары очень качественные, но они тоже дешевые, а есть товары дорогие, но они вообще некачественные, не стоят этих денег, просто переплачиваем за бренд, то есть о чем я хочу сказать, дело в том, что для меня дешево, это не тождество хорошо, или плохо, и дорого, это тоже не тождество хорошо, или плохо, тут нужно смотреть конкретно на товар, на инструменты, я люблю очень качественные инструменты, и я это поняла в самом начале, когда я покупала еще дешевые чулочные спицы, я об этом говорила, разбила себе пальцы в кровь, вот, и тогда я начинала покупать разные спицы дешевые, такой фирмы, как Максвелл, потом, там что-то три буквы какие, РНТ, или что-то, РНТВ, вот, не помню даже какие названия, и потом я перешла на НИТПРО деревянные спицы, и здесь я поняла, что, да, качество, и, в общем, я перебробовала множество спиц, НИТПРО, Илана Гросса, Берджерда Францейла, Антермун, Чигу, Хия-Хия, какие-то там еще-то есть, ну, в общем, все такие популярные, которые сейчас есть на рынке, все я их перепробовала, и бамбуковые, и деревянные, и металлические, и карбоновые, и какие-то там, и латунные, в общем, я вообще обожаю, друзья, спицы, и в вязании, наверное, я больше всего люблю инструменты, это спицы, это маркеры, но сказать, что крючки, нет, вот крючкам у меня нет любви, но мне всегда любопытно, я очень любопытный человек, и мне любопытно, если что-то новый, крючок какой-то вышел, мне интересно, а какое, мне интересно просто посмотреть, попробовать, пощупать, как он в работе себя ведет, то есть чисто любопытство, любви крючкам нет, тут чисто любопытство, а вот к спицам у меня прям любовь, восторг, если они хорошие, прям пищу, вот, друзья, если бы, конечно, мне позволяли средства, я, наверное, была бы коллекционером спиц, наверное, все спицы, которые есть на планете, я бы все скупала, у меня были в отдельной комнате, выставлены, в общем, вот, любовь к спицам у меня прям, вот, нереальная, нереальная, вот, и к маркерам, маркерам для вязания, ну, не такие вот, которые вот дешевые там, такие ширпотреб, а вот именно хорошие такие, прям вот, чтобы, знаете, потому что вот бывает, вот вяжешь, вроде как мелочь такая, да, маркер, ну что, ну, проще дешевый, вон, китайский, вон, в Китай закажи этих маркирочек, недорого и много, вот, ну, понимаете, это такое вот удовольствие эстетическое, вот, я, например, приобрела себе, у меня есть маркеры, я вам потом попозже покажу, из натуральных камней, ой, я вообще натуральные камни люблю, больше, чем золото, и вот для меня, ой, рядочек кончится, и я к нему уже приблизилась, он такой красавец, я вот так, хоп, так со спицы на спицу перекладываю, и дальше, я вижу, просто вот эстетическое наслаждение, он такой красивенький, и мне нравятся они такие, из натуральных камней, маркирочки, они такие, маркеры их называют, да, но я говорю маркирочки, так же, как альпака, правильно, а я говорю альпака, так что, простите, кому режет слух, мое неправильное ударение, вот, они такие, тяжеленькие, мне вот нравится, когда они тяжеленькие, они более удобные, на мой взгляд, чем вот эти, они воздушные, они даже переворачиваются, мешаются, путаются, мне вот не нравится, но тут опять же, друзья, на вкус и цвет, так вот, в этом году, я себе приобрела спицы, отошла от этого момента, крючки покупала, потом я приобретала глазки для игрушек, это уже последующие, я все подробно вам сейчас покажу, все расскажу, дело в том, что в прошлом году, в 2020 году, сейчас начнем с того, что я вам расскажу, что я связала, и что я приобрела, в общем, началось с того, что я как-то увлеклась, вот этим похудением, упражнениями, некогда мне было вязать, да еще лето у меня, растеневодство, садоводство, я вообще очень люблю мочалки, такие вот, знаете, бабушки на рынке продают, сейчас вам покажу, какие-то мочалки, вот, вот такие, вот такие мочалки, и моя разорвалась, моя разорвалась, вообще в пух, и в хлам, вообще в хлам разорвалась, и у нас с этим коронавирусом, бабушки как попрятались все, и на рынке больше не продают, такие мочалки, вот такая мочалка, вот, она из полипропилена, вот у меня, видите, я вяжу, так вот, мне нужна была мочалка, я вот хожу летом, думаю, ну когда же бабушки появятся, жду, 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 первая волна прошла коронавирус, вторая прошла, и бабушка нет, и нет, я думаю, так я же умею крючком вязать, а почему мне не связать себе мочалку, ну, ну что там, ну столбик без накида, ну вытянутая петля, ручку связал, так по кругу связал, вторую ручку связал, все, мочалка готова, думаю, почему я не могу себе связать мочалку, я начала думать, а из чего ее вообще вяжут, джут, на джут не похоже, думаю, да какая-то вот нить такая интересная, я просто никогда этим не увлекалась раньше, и не знала, что это за нити, думаю, пойду в магазин пряжи, и спрошу, скажу, а у вас есть нитки для мочалок, не знаю, как называется, в общем, захожу, говорю, у вас есть нитки для мочалок, мне говорят, есть, и показываю, думаю, о, у меня мочалка с такой нитки, в общем, купила себе этой пряжи, друзья, да, я же не могу, я такой хомячела, я не могу одним моточком обойтись, в общем, я накупила вот столько много, часть я уже извязала, а это вот про запас, вместо бабушек встану на рынке, на рынке и буду торговать, и я связала себе мочалку, потом связала мочалку мужу, потом еще на подарок связала, потом еще на подарок, в общем, я так увлеклась и начала вязать эти мочалки, в общем, никак не могу остановиться, в общем, смысл какой, вот один, сейчас, минуточку, я покупала вот в таких моточках, вот в таких моточках покупала, вот таких, здесь 50 грамм, мне на мочалку, ну, приблизительно, вот скоро она закончится, вот начало, Если на мне показать Вот начало, еще вот где-то Столечко я ее провяжу То есть приблизительно Вот такой длины Вот такой длины мочалка Вот такой будет Нормальная такая мочалка, чтобы ей уже купаться У меня на эту мочалку Уходит 100 грамм То есть это 2 моточка Ну вот таких вот 2 моточка у меня без этикетки Один моточек я покупала Но он где-то идет в районе 30 В одном месте я за 30 рублей покупала А в другой за 45 моточка То есть получается Одна мочалка у вас выйдет 60-90 рублей Ну в пределах 100 рублей У вас выйдет эта мочалка А на рынке их продают там 350-500 рублей То есть вот так вот Но это у нас, я не знаю как В других регионах, но у нас это вот так стоит 350-500 рублей Но этой мочалки хватает на очень долго Я эти мочалки очень люблю Много-много лет использую вообще эти мочалки Но я так ими прям вот добротно-добротно Все тру-тру В общем потом красный как рак А если сильно потеряться То еще могут быть синяки Ну такая я ее называю Моя антицеллюлитная мочалка Она очень крутая И кожа потом такая После нее хорошая, нежная И это и массаж Своего рода Ну в общем мочалка очень-очень крутая Так что возьмите себе на вооружение Друзья Вяжите себе мочалки Это очень полезно для кожи Я вот думаю Может тоже мастер-класс вам Снять на такую мочалку Потому что А то вдруг я через год забуду А у меня мочалка что-нибудь разорвется Я не могу мочалку себе связать Ну так вот Я купила значит эту пряжу Пришла домой У меня мочалка розовый цвет кстати Пришла домой А у меня старенькая осталась Когда я у бабушки еще какой-то покупала на рынке И я посмотрела так думаю Оооо тут вот Ручка в столбике без накида Можно с нее начать Вот у меня мочалка тут Все волоса кошачьих Так думаю столбик без накида Тут вот еще А тут через ряд вытянутые петли И в общем я посмотрела как Была выполнена та работа Которую делала бабушка И Тоже себе сделала Мочалку крутую Но потом я когда посмотрела Уже когда связала свою мочалку Посмотрела бабушкину И увидела там конечно Недоработки Думаю Ооо Я уже профи Я уже знаю как делать А еще Это полипропиленовая нить Вот кстати у меня Остаточка вот такая была Бирюзовая Мочалка Я в подарок Делала Еще эту нитку продают Друзья вот так Вот она уже идет Вот я не помню Здесь или 100 Или 150 грамм То есть вот эта маточка Вам хватит 100% на мочалку Сколько Ну не знаю В пределах 50 рублей Я покупала вот этот маточек Вообще То есть стоит ни о чем Ой Вот у меня еще тут Остаточка вот такой валяется Это оранжевый Тоже Тоже на подарок делала Вот Вот розенький есть В общем у меня здесь Вот много разных цветов В общем мочалок Можно вязать Вязать Вот персиковая Желтенькая Ну экран наверное искажает Вот тепло-желтый Такой как осенний листва Это вот зелененький В общем Есть такое знаете Вот бордовый Бордовый Ну какой-то он такой Ну да Поярче моя кофта Совсем такой темно-бирюзовый Посмотрите какой красивый Море Море мне напоминает Нежный зеленый Вот я вам показывала Бледный зеленый В общем Увлеклась я мочалками Так что мочалок У меня теперь будет много Кожа будет радоваться И наслаждаться Так что вот Приобрела Вот такую пряжу Интересную Для меня это было Прям вообще открытие Я даже не знала Из чего мочалки вяжут Что вообще бывает Такая полипропиленовая нить Потому что обычно Я покупаю Шерсть Или хлоп Полухлопок Ну полушерсть То есть такую вот На свитера На джемпера На носки На шарфики На шапки В общем такую На одеяжду Так скажем Так Ну а теперь друзья Плавненько переходим На пряжу Которую я приобрела В этом году Вот Кот Кот орет Просит сюда Сейчас я его пущу Итак Друзья Теперь я вам расскажу Сейчас О пряже Которую я приобрела В 2020 году Начну с бобинной пряжи Это итальянская Стоковая пряжа И начну Давайте Вот с этого экземпляра И небольшая преампула В 2020 году У меня появилась подруга Зовут ее Соня Это вообще Классная подруга Я так давно О ней мечтала Короче она такая У нее шикарная фигура Фотомодельная внешность Ну что там Фотомодельная Она и есть Моя фотомодель В общем Вот Прошу Любить и жаловать Это Соня Это Соня Сейчас она у меня наряжена Вот в такую рубашку Лиловую И на ней вот Джемперочек Джемперочек Связан как раз Из джемперочек Вообще Это я вяжу Свитер Своему племяннику Если брать Мужской То это Мужской Размер Наверное Л Нет Вру Мужской М Или Женский XL Женский Это Пятидесятый Слушайте А может Мужской 48 В общем Не знаю Какой это Мужской Но женский Точно Пятьдесятый Пятьдесятый Размер XL Вот И это должен быть Свитер Сейчас мы ее поближе Давайте позовем Сонечка Идем ко мне Идем Моя хорошая Вот Поставлю Сонечку Ее плохо видно Наверное В общем Это Твит Это твит Вот Образец Вот я вам Показываю Образец Видно Надеюсь Это черный Черный цвет В свитере Присутствует Четыре Четыре узора Ой Как я высчитывала Вязала по картинке Я вам Вставлю сейчас Картинку Как выглядит Оригинал Этого свитера Я в общем Связала Здесь видите У нее по фигуре На самом деле Это я сделала Вот так Сонечка Повернись Это у меня тут Прищепки Я защемила Но Соня очень стесняется Она боится Показаться Полной девушкой Она просила Чтобы Талию Ее подчеркнули В общем Я прищепками Подчеркнула Ее талию В общем Вязала отдельными частями Сначала связала Спинку Потом Перед Потом я Вывязывала Горловину И связала Свитер Ну свитер У свитера У нас всегда Высокое горло Я связала Мне не понравилось Потому что Минус этой пряжи Я когда связала Горловину Обнаружила Что вот эта пряжа Она совсем Не держит резинку Я расстроилась Распустила В общем Переделала Немного Горловину И сделала Ее другой И по резинке Я пустила В спандекс Черный спандекс Купила И знаете Со спандексом Резинка стянулась Ну она была Нормальна Вот когда Одеваешь Горловина Нормально Смотрится Ну вот Давайте вот так Покажем Вот у меня тут Образец Я для расчетов Тела Ой колючая Какая Вообще Она как бы Не колется Но мне колется Все кроме хлопка И вот Получается Что Вот когда одеваешь Горловина была Вот такая Она прям вот Со спандексом Ровно вот так Красиво По шее Как В принципе Мне племяша заказала Это я племяши делаю Вот Но только Снимаешь Спандекс Стягивается И получается Что вот Горловина Знаете Она вот такая Когда не на Человеке Она вот такая Волнами была Фолдила До безобразия Это так ужасно Смотрелось В общем я расстроилась Распустила Всю горловину Убрала Пока так оставила Предложила Племяши Давай превратим Это в джемпер Джемпер Это округлый вырез Без всяких Подъемных Воротников Давай говорю Джемпер сделаем Ну давай Я говорю Потому что пряжа такая Она не очень подходит Для Свитера Резинку Совсем не держит А делать Со спандексом Ну некрасиво Мне вот лично Не понравилось Ну в общем На то мы порешили Свитером мы порешили Остался джемпер И вот у меня сейчас Идет на Sony Горловина Она не обработана У меня Я ее обработаю Потом красивенько Потом еще подумаю Как это лучше сделать Есть у меня Идейка Обработаю И будет просто Красивый джемпер Ну еще Рукава Рукава Сейчас я вам Кстати покажу Эти рукава Связала я Друзья Рукав Вот такой рукав Когда я его связала И в общем Решила уже Его сшивать Я обнаружила Что Вот в этой ширине Я забыла Добавить В общем Я расчет взяла Вот так По окружности А размер проймы Я забыла Включить Рукав И рукав оказался Короче чем нужен Как я так рассчитывала Я вообще думала Не знаю Не знаю куда Вообще о чем я думала Когда я делала этот расчет В общем Связала рукав Тут еще была Резинка Я ее распустила Рукав постирала И уже Получился такой Огроменный просто образец Я заново его перемерила Переделала расчет Этого рукава И вот сейчас я вяжу Уже второй рукав По новому расчету И В принципе Мне осталось Вот два рукава связать И обработать горловиной В принципе Джемпер готов Мужской Друзья Ну Джемпер Выглядит Достаточно Красивый Но Вот если брать Фотографию оригинала То там видно Прям Такой Увесистый Объемный идет Джемпер Потому что его Да что же такое Сейчас минутку Вот друзья Вот кто залез на мне в пакет Вот разорвал мне пакет Вот Знакомьтесь Это мой кот Барсик Боря Монечка У меня два гота Пушок и Барсик Это вообще Брянки Монечка Самые лучшие котики в мире Самые лучшие Да вы мой маленький Носикон Носикон У нас А в прошлом году Перед Новым годом Перед 2021 годом Барсик чуть не умер Что я натерпелась Друзья Что я натерпелась Дело в том Что мы кастрировали Барсика А он у нас оказался Посмотрите какой красавец Красавец И Как нам ветврач сказал В общем он у нас оказался Смешанный С британской породой А у британцев У них С сердцем Слабое сердце И он у нас не выдержал Наркоза После вот получается Кастрации На второй день Я обнаружила Что он как-то странно дышит Сразу его повезла в больницу С ним там стало плохо Врач сделал один рентген Второй рентген И в общем Оказалось что у него Отек легких Сердце не выдержало Этого наркоза А до этого нам почему-то УЗИ не делали Хотя потом Другие ветеринары Мне сказали Должны были УЗИ делать Перед кастрацией Нам УЗИ не сделали В общем нам достался Прекрасный ветеринар Слава богу В общем Барюню нашего Откачали Он выжил У него Вообще мне ветеринар сказал Я его там в клинике Оставляла Он у нас целый день Был в кислородной камере Вот В общем его кололи Там и адреналином Куча уколов Потом процедуры Мы его каждый день возили Потом еще Долго-долго На уколы На процедуры В общем Барюня Слава богу выжил Ой друзья Что я пережила тогда Что я тогда пережила Я даже Я не ела Не пила Плакала и плакала Барюнечка Маленький Сладенький Барепушенький Кстати вот Барсика Мы тоже купили В 2020 году Мы его купили За 5 российских рублей Мы его взяли на вид Там было объявление В добрые руки Дело в том Что мы На улице Подобрали Маленького котенка Пушо Я вам тысячу раз Его показывала В инстаграме Он у меня есть Кстати Подписывайтесь на мой инстаграм Ссылочка будет внизу Так что проходите У меня там два аккаунта Анна Нижняя Подчеркивание Спица Там я вяжу игрушки Выкладываю Уж в туалет Ничего не выкладывал Надо выкладывать Скоро уже выложу У меня там зайчик Один уже готовится Я сказала это вслух В общем В общем Будет скоро зайчик Я его обязательно Выложу А второй у меня аккаунт Анна Нижняя Подчеркивание Спица Нижняя Подчеркивание Хобби По-моему так Если я ничего не путаю Ну вроде так Там я выкладываю Свои вязанные вещи Ну вот такие они Наши Наши друзья Вот люблю Люблю своих котов Это вообще пушок у меня Такой умный Он очень легко поддается Дрессировке Друзья У меня в инстаграм Даже я видео выкладывала Он у нас делал Три команды выполнял Это сидеть Дай лапу Но дает он только одну лапу Вот эту Левую Другую почему-то не дает Очень неохотно Через Вообще там Через 15 раз А тут Левую он хорошо дает И лежать Но лежать он делает команду Исключительно только за вкусняшки И на голодный желудок Если он сытый Никаким вкусняшки не нужны И лежать он не будет В общем Он очень легко поддается Дрессировке Ну как собака А умный он почти как человек Мне даже иногда кажется Что он Ой Борясе нельзя Пусти козла в город Называется Борисик у меня вот Я приготовила варшку Показать Пушистую А он начал ее облизывать Думал это Киска Киска Другая В общем такие вот у меня Коты-хулиганы Да На чем остановиться На том что пушок у меня Очень умный кот Сейчас я вам его покажу А это вот мой пушочек Это вот у нас старшенький кот И вот мы его на улице подобрали Он был маленький-маленький Он был месяц Прямо вот с небольшим Наверное месяц И может месяца полтора Он как-то вот знаете Ходил вот еле-еле Ну видно было что котенок Недавно научился ходить Ой блохастый был Весь грязный У него потом обнаружились Извините Расскажу как есть Обнаружились глистые У него были глистые Блохи Он был грязный Вонючий Голодный Мы его взяли Вымыли Вывели всех паразитов Привили И потом его постоянно привили Прививали Потому что нам надо Сначала привить первый раз Потом через месяц А потом каждый год Вот Ну и кастрировали его тоже На улице они у нас не ходят И вот ему было одному Скучно Скучно А он такой знаете Очень любит общение Очень Он у нас такой прям Очень Такой нежный Он такой нежный Кусачий А вот барсик другой Они абсолютно такие разные И вот Мы часто уезжали летом Из дома Ему было скучно И от скуки Он занимался ерундой Пока нас не было То есть он рвал обои Катался на шторах И пищал И плакал Когда мы приходили И терся от нас Заваливал своей лаской И мы решили ему Завести кого-нибудь Братана Братана завести Чтобы ему было не скучно И вот в прошлом году В мае мы купили Борюсика Борясика нашего Вот Так что у нас теперь Два кота Ну друзья Это вот коты Это моя любовь Они такие умные Они такие у меня Хорошие Послушные Через раз Вот Ну все Не будем о котах Ну и тоже Приобретение 2020 года Никуда не денешься Борясик Член нашей семьи И Борясик и Пушок Продолжим Про вязание В итоге я связала Рукав Он не подошел Вяжу второй Так Теперь по поводу Этой пряжи Это итальянский сток Сейчас я вам скажу Тут написано Касса Дельфилата Прата Италия Что тут еще написано Состав 25% Чего-то 25% чего-то И 50% шерсти Не знаю что такое Я вам потом подпишу Что это такое Здесь идет 1500 метров На 100 грамм Вот так Я вязала Этот джемпер Спицами По-моему Если не ошибаюсь 3,5 Вяжу Я даже не помню На каких спицах Металлические Хе-хе Я вяжу Номер уже не помню Я вам здесь На экране подпишу И Так Вяжу я в 6 нитей Но вы знаете Для меня было вообще Открытие Для меня же это новинка Вязать из бобинной пряжи Я всегда вязала Моточный И у меня вот Новинка такая была Ну Открытие Я уже об этом говорила Дело в том Что когда ты вяжешь образец Такое решето Решето получается А когда стираешь Пряжа разбухает Такая хорошенькая становится И все дырочки Прикрываются Вот видите Вообще Ку То есть ничего нет И Так как у меня Очень Мало Но до этого У меня не было Опыта По вязанию С бобиной пряжей И мне тяжело Было подобрать Нужный размер Спиц Потому что вяжешь Вроде как Образец Постирал Вроде нормально Вяжешь другими спицами Решетой Решетом Постирал Тоже вроде как нормально Вот я например Связала Вот эту часть свитера То есть Ну Грубо говоря Джилет Я его постирала Посмотрела Думаю Ну вот Образец до этого делала Образцов я делала много Это вот Решающий такой был образец У меня как раз На спицах Три с половиной И вроде как нормально И Вот эту Жилетку я связала Вроде тоже как нормально А сейчас смотрю Думаю Да можно смело Четверку Прям было взять Прям вот четверкой Можно было связать Было бы тоже хорошо Но Когда я вяжу сейчас На спицах Три с половиной Но это решето То есть сразу не угадаешь Даже какой размер Брать надо Тут конечно образцов Надо сделать Много Особенно если опыта Нет как у меня И для меня Это конечно было Открытие Либо можно было Например вязать Не в шесть нитей Как я вяжу А вязать можно было Допустим в пять нитей Но спицами Три с половиной Мне вот Понравилась Эта пряжа Она очень такая Интересная Твидовая Вот давайте Покажу поближе Камера Не знаю Сфокусируется Нет Вот Ну очень красивый цвет Очень красивый цвет Вот У меня еще Получается У меня отмотано Я сейчас Двяжу рукав И мне еще Надо быть На второй рукав Еще немножко Пряжи И останется По идее Вот такая вот Бобинка У меня еще остается Тут приблизительно Где-то Я думаю 450 грамм То есть я еще Из этой пряжи Могу Спокойно связать Джемпер Лицевой гладью Допустим Ну Даже Смело 50 размер Тоже Наверное Племяннику Свяжу Только из лицевой Глади Потому что А я считаю Что твид Все-таки Он красивый Раскрывается В лицевой Глади Потому что Узоры Они вот это Внимание Вот этот фокус Они берут на себя И вот этот Твид Он начинает теряться Узоры Они хороши В однотонной пряжи Потому что Должен быть Фокус на что-то Одно Либо этот вид Тогда в лицевой Глади Либо это Фокус на узор Тогда это Однотонная пряжа То есть Тут надо смотреть Смотреть В общем Такая пряжа Но вот Единственное Такое разочарование Не держит резинку Это надо Конечно Учитывать Учитывать А вот Образец Не этого Не показал Что резинку Не держит Потому что Я вязала Отдельно Образец Не знаю где он Там резинка Она такая хорошая Была Прям вот Резинка Резинкой А вот видите Когда связала Уже горловину На свитер Обнаружил Что она не держится Так что Вот такой вот Нюанс Так Ну убираем Эту Кассель Дель Торо Так Следующий матточек Который Хочу вам показать Это у нас тоже Пряжа называется Инвул 19 Модель Невада Тоже твит Состав 40% Мериноса 30% Шелка 10% Ангоры 20% Папа Это синтетика Метраж 1450 метров На 100 грамм Цвет Горчичный Ну на самом деле Это не горчичный Какой-то цвет Знаете Такой бледно-горчичный Я бы сказала Я тоже связала Образец Образец Вязала Лицевой глади Я все образцы Вот допустим Я вяжу Вот Например Видите Я образцы Всегда подкалываю К бобинкам Чтобы не потерять И все Потом Подписываю Какими спицами И сколько сложений Я вязала Так Ну вот Например Вот этот образец Он уже постиран У меня все образцы Уже постираны И посушены А вот здесь Пряжа Конечно Она вот Лицевая гладь Косит И вот сейчас Быть бы Посмотреть видео Что нужно сделать Чтобы пряжа Не косит Но у меня Этого видео нет Потому что Я его Не записала А теперь У меня эта информация Из головы Куда-то улетела Я не помню Я взяла Этой пряжи 700 грамм Вообще Думала Платье из него Связать Сначала Хотела джемпер А потом Я уже похудела На два размера Поэтому я теперь Джемпер не хочу Я решила Что я сейчас Достигну Своей цели Похудею Настолько Насколько Я хотела Изначально А потом Буду уже Себе вязать Потому что Ну Я сейчас свяжу А мне потом Будет велико А может и свяжу Потом будет Просто оверсайз В общем Такая вот Пряжа Она очень такая Интересная Она теплая Кстати Слушайте Друзья Она не очень Сильно колется Ну Немножко Немножко Покалывает Да Но я говорю Я человек такой Мне не колет Только хлопок Все Или полухлопка Следующая Пряжа Вот такая Это бежевый цвет Но на видео Передается Вообще Какой-то Сверло На самом деле Это все Потемнее И это Потемнее И вот Это потемнее И черный Потемнее Так Это у нас Вот это Вот Бежевый Это у нас Ботто Пало 19 Супер Джилонг Состав 100% Меренос Цвет Верблюжий Метраж 1500 на 100 грамм 1500 на 100 грамм Я его купила 300 грамм Если честно Не помню вообще К чему я его брала Я какой-то Ааа Вспомнила Я хотела сделать Двухцветный джемпер Соединить Вот эти два цвета Вот это я хотела Сделать вверх А вот это я хотела Сделать Низ Вот Но По своей структуре Они конечно Разные Но Когда я заказывала Я же об этом не знала Опыта у меня не было И Сейчас я понимаю Что соединять их не нужно Вот этот джилонг Он совсем другой По качеству Чем вот этот Инвул Поэтому Из инвулу я свяжу Что-нибудь Теплый джемпер Или там платье Пока не знаю А из джилонга Совсем другой И кстати Вот я Связала Размер спиц Надо побольше Было брать Надо Сделать другие образцы Это просто Хотела посмотреть Как себя поведет пряжа Кстати Вот джилонг Держит Ну вроде как На образце Держит Держит резинку Кстати А вот инвул Инвул Наверное не будет держать Это мы учтем Учтем Так И получается Тут 300 грамм Возможно Мне на джемпер Не хватит Поэтому я наверное К нему еще подкуплю Какой нибудь Супер джилонг Но Тоже такого же метража Сколько тут 1500 на 100 грамм Но другого цвета Какого нибудь Или бледно-бледно-бледно-розового Или какой нибудь Все таки Ванильный Вот мне кажется Ванильный Будет вообще Оттас смотреться Да друзья И сделать Цвета В геометрической Такой форме Очень интересно Я вообще люблю Геометрию в вязании Что узоры Что колористику Цветовую Так Следующий Следующий Такой вот Зеленый моток Ой Друзья Он такой нежный Его вот Трогаешь Он не такой Вообще Абсолютно Не такой Моток Как вот эти Моток Бобинка Не такая бобинка Вообще Пряжа Вообще Абсолютно Ой Вот даже в бобинке Мягчайшая Хотя Вся бобинная пряжа Она Обрабатывается И нитка Сама Становится Тоньше Когда постираешь Вот эта Пропитка Она вымывается Она даже Иногда И не с первого раза Вымывается И вот она Вымывается Шерсть Разбухает Поэтому Так и получается Что вяж Расшитое Постираешь И получается Достаточно Хорошее полотно Такое Без дырок И вот цвет Знаете На камере Передается Наверное Светлее Что ли Не могу понять Вроде как Так же Так же В общем Смысл Какой На камеру Он передается Как будто Переливается Как будто Это мерсеризованный Хлопок Хлопок Мерсеризованная Шерсть Но на самом деле Это А что это На самом деле Это кашемир с мереносом Друзья Я уж Сама Забыла Это Папи Фабио 15 Модель Сеттон Трента Метраж 1500 на 100 грамм А состав 30% Кашемира И 70% Мереноса То есть У меня 490 грамм Слушайте На джемпер Точно хватит Мне очень нравится Такой цвет Вот он Прям вообще На свету Вот играет Я гляжу В камеру Прям вот Как мерсеризованная Шерсть Меренос Но на самом деле Вживую Он вообще Не блестит Матовый Матовый цвет Вот такой Образец Связала Слушайте Ну тут Нормально Вроде так Раскрылся Я вообще Образцы Стираю По два раза С бобинок Потому что Вот первый раз Постираешь И пропитка Может не Не хорошо Смыться Ну не до конца И тогда Шерсть Она не так Распушится И разбухает Поэтому Предпочитаю По два раза Стирать Второй точно Наверняка Вот Посмотрите Друзья Смотрите Какая красота Видите Полотно Смотрите Как Ровно Ложится Полотно Вот Как будто Машинный Вязг И Лицевая Гладь Не косит Посмотрите Вот Совсем Не косит Совсем Не косит Прекрасный Прекрасный Пряжа Мне Понравил Кстати Ну По колкости Умеренно Умеренно Так Эти бобинки Я убираю И сейчас Вам покажу Еще Прекрасный Прекрасный